Северо-Казахстанская область 80 лет. За это время регион заметно преобразился и шагнул вперед в развитии в разных сферах. Это и образование, и производство, и жилищная политика. Менялась и архитектура Петропавловска. Наша съемочная группа пообщалась с краеведами и узнала секреты некоторых зданий. Избы, землянки, саманные домики. Таким был Петропавловск в 30-х годах, когда образовалась наша область. Постройки низкие и только частные. Население небольшое, до 100 тысяч человек. Все изменилось в военные годы. Сюда эвакуировали около 20 заводов. А куда же разместить приехавших людей? Для них застраивали целые улицы. Эти дома вы видите каждый день и сейчас. Правда, их перестроили. К примеру, на пересечении улиц Букетова и Амангельды. Первые домики, которые вы видите, были даже не двухэтажные, а одноэтажные. Каждая квартира, вот одно окно, 6 квадратных, 6-7 квадратных метров, печка. И люди радовались, что они получили вот это жилье. Целая семья жила в маленьком домике. Это вот дома завода «Зима». Первые государственные дома. Они были простыми и аккуратными. В 30-е годы североказахстанцы боролись с неграмотностью. Старые школы уже не отвечали требованиям того времени. Начали строить современные. Сейчас это здание одного из банков. А несколько десятилетий назад здесь учились дети. Причем только девочки. Кстати, и сама Вера Еворская окончила первую Ленинскую. Сегодня постройку охраняет государство, как памятник архитектуры. Строгое, четкое здание. Никаких украшений. Большие окна, просторные коридоры. Хорошие высокие классы. Таких школ было построено несколько. Война. На окраине, на бывших складах, разместился эвакуированный из Ленинграда завод имени Куйбышева. Сегодня ЗИК-100. Работал он под лозунгом «Все для фронта». Выпускал оружие для кораблей. Вместе с предприятием прибыли в город специалисты. Людей размещали по частным квартирам. И поэтому перед заводом стала цель обеспечить всех жильем. И тогда началось строительство вот этих двухэтажных домов. Улица Заводская. Дома простые и скромные. Но квартиры здесь большие, просторные. Потолки высокие. В каждой комнате жила семья. Кухню, уборную, коридоры приходилось делить. Еще один памятник нашего города построила железная дорога для своих работников в 36-м. Здесь, на месте церкви Марии Магдалины, выросла первая Петропавловская высотка. Пять этажей. Строили ее вручную. Для жителей такое здание было в диковинку, поэтому посмотреть на небоскреб 30-х годов приходили из разных частей города. А называли его Большая Кибитка. Сегодня здесь управление Южноуральской железной дороги, а раньше был жилой дом. Квартирки по 7 квадратов и в каждой печка. Выглядел он примерно так. Всего в регионе почти 600 важных памятников. Из них 106 в областном центре, 65 здания. Часть из них построена как раз в течение последних 80 лет. На пересечении улиц Конституции Казахстана и Мира находится административное здание, построенное в 30-е годы. Сегодня там находится магазин «Сума». В 40-е годы в городе Петропавловске строится два тоже очень интересных здания. Они находятся по улице Астана, 22 и 24. Немецкие военнопленные построили эти здания для обслуживания завода. Казахский музыкально-драматический театр – бывший дворец энергетика. 21-я школа, памятники революции и Великой Отечественной. Все они охраняются государством. Петропавловск исторически наполнен, отмечают специалисты. Поэтому в него так трудно не влюбиться. Александра Солминак, Азбек Ирыкбаев, Новости МТРК.